Почти 2 миллиарда частных инвестиций, десятки новых рабочих мест. Строительство очередного тепличного хозяйства вышло на завершающую стадию. Выход на полную производственную мощность планируется в два этапа. Первая очередь предполагает возведение комплекса мощностью до 9 тысяч тонн овощей. В основном томатов на площади 107 тысяч квадратных метров. Масштабный проект оценила моя коллега Тандила Куртоева. Строительство тепличного комплекса общей площадью 10 гектаров было начато еще в прошлом году. Он состоит из двух блоков по 64 секции. В основном здесь планируют выращивать различные сорта томатов. В центре расположена техническая зона, где в скором времени будет установлена система полива. Вода в растительную сеть будет поступать из реки Асса. На сегодняшний день здесь остались только внутренние работы. Сейчас у нас, как видите, металл конструкция вся стоит. Сейчас мы будем накрывать. Из-за погодных, из-за дождей не получилось накрыть вовремя. Сейчас мы будем накрывать сверху теплицу пленочным покрытием. Эта пленка специальная, толстая. Она на 5 лет дается, в гарантии через 5 лет меняется. И внутренние длиннажные работы, ливневые стоки. После ливневых стоков уже будем ставить оборудование. Мы планируем создать около 150 новых рабочих мест. Более того, первые 3 месяца наряду с местными рабочими здесь будут трудиться и обмениваться агрономы из Турции, которые будут делиться своим опытом, отмечает в руководстве тепличного комплекса. Выращенные овощи планируют реализовать и в нашей республике, и за ее пределами. Турецкая компания, которая нам осуществляет строительство теплиц, предложила нам, что есть в них специалисты и агрономы уже с большим опытом работы, которые могут научить наших агрономов будущих работам. В дальнейшем мы постараемся, чтобы все-таки наши рабочие силы были здесь. По словам руководителя агрокомплекса Сунжа, данный объект будет сдан уже в этом году. После завершения строительства этого комплекса работы не заканчиваются. Инвесторы планируют еще более расшириться. С этой целью будет возведена еще одна конструкция площадью 20 гектаров.